Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Арина Мухаммедшина. В Республике Татарстан появится Ассоциация Русского Языка. О решении создания новой организации накануне объявил ректор Казанского Федерального Университета Ленар Сафин. Безусловно, Казанский Университет был и остается всегда лидером. И мы это направление будем продвигать. Мы сейчас обсуждали создание ассоциации русского языка. Первый субъект, в котором появится такая ассоциация, это будет Татарстан. Это тоже очень важно для продвижения русского языка как нашего национального богатства, как языка государственного. Поэтому, безусловно, это государственная задача. И Казанский Федеральный Университет должен быть, я думаю, и будет лидером в этом направлении. Спасибо. С 4 по 8 апреля на базе Казанского Федерального Университета проходит большой форум, посвященный проблемам русского языка. В рамках форума проводится ряд крупных мероприятий, в числе которых собрание Ассоциации Союза писателей и издателей Российской Федерации. На этой встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией и Казанским Университетом. Казанский Федеральный Университет и Ассоциация Союзов писателей и издателей России заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями ректор Казанского Федерального Университета Ленар Сафин и председатель Аспир. Первый заместитель председателя Комитета по культуре и Государственной Думы Федерального Собрания Сергей Ширгунов. Мы открываем ряд магистерских и бакалаврских программ. В частности, магистерская программа, литературное мастерство, программа бакалавриата, издательское дело. То есть это те программы, которые напрямую связаны в том числе с деятельностью Ассоциации Союза писателей и издателей Российской Федерации. Казанский Федеральный Университет и Ассоциация Союза писателей и издателей России договорились о взаимовыгодном партнерстве в области образовательной, культурной и творческой деятельности. Планируется проведение совместных мероприятий и проектов, которым будут привлекаться как преподаватели, так и студенты. Очень важное соглашение, потому что оно означает не просто большую дружбу, а еще и работу, которая вытекает из этой дружбы. Дело в том, что очень хочется, чтобы больше писателей приезжали в университет, чтобы вместе с университетом мы выпускали книги, чтобы вообще литература наша процветала и больше талантливых людей получали поддержку. Документ выступает не просто декларацией о намерениях, а служит началом большой плодотворной работы. Алина Сафина, Ленар Гизатулин, Универньюз. С 4 по 9 апреля в Казани проходит межрегиональная мастерская для писателей Приволжского федерального округа. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось открытие межрегиональной мастерской для писателей Приволжского федерального округа Ассоциации союзов писателей и издателей России. С напутственными словами выступили советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой и первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Они пожелали участникам успехов в предстоящем обучении. Первый по латыни это дышать, а ад это отрицание. Я вот очень надеюсь, что эти творческие мастерские дадут новое дыхание всем вашим творческим начинаниям. Спасибо. На протяжении пяти дней 40 начинающих писателей будут проходить интенсивный курс литературного мастерства у лучших российских прозаиков. Помимо семинарских занятий будут работать и секции, на которых представители издательства расскажут о стратегиях продвижения книг, а подкастеры и блогеры – о ведении литературных подкастов и книжного телеграм-канала. В программе мастерской, во-первых, семинары под руководством известных писателей. Далее их ожидают секции. Ребята создадут свой телеграм-канал, подкаст, научатся основам самопродвижения. Также в рамках этой мастерской состоится круглый стол о литературном образовании, лекция о саморедактуре и игра, где наши писатели будут разрабатывать и защищать концепции сборников. Особенность этой мастерской – в тесном сотрудничестве с Казанским федеральным университетом. Еще в прошлом году КФУ принял решение об открытии магистратуры по специальности «Литературное мастерство». До этого в России было только две таких магистратуры – в Высшей школе экономики и в Санкт-Петербургском государственном университете. Екатерина Аскарова, Александр Кузнецов, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета приняли участие в командной игре «Что, где, когда». О брейншторме и результатах интеллектуальной игры узнаете в нашем следующем сюжете. Малый зал культурно-спортивного комплекса «Уникс» стал площадкой брейншторма студентов Казанского федерального университета. Игра «Что, где, когда» позволила умникам и умницам проверить свои знания и поработать в командах. Ребята состязались в рамках ежегодного фестиваля «Интеллектуальная весна». В этом туре фестиваля приняли участие 40 команд. Команды, которые тренируются, имеют больше шансов на то, чтобы победить, потому что они имеют опыт игры в «Что, где, когда». То есть помимо знаний, что тоже очень важно, нужен опыт, который доводит игру, мастерство игры до абсолюта. Адаптированная версия известной игры «Что, где, когда» — это состязание на общую эрудицию. Студенты отвечают на различные вопросы по литературе, географии, истории, решают логические задачи, показывают свои знания в мире спорта и кино. Справочниками и гаджетами пользоваться запрещено. Игры и турниры фестиваля «Интеллектуальная весна» традиционно проходят в дружеской атмосфере. Поэтому попробовать себя в интеллектуальных играх может любой желающий студент очной формы обучения. Примечательно, что иностранные студенты также проявляют интерес к игре. «Что, где, когда» — игра достаточно универсальная. То есть это не только, наверное, про реалии России, а про реалии всего мира. И поэтому нет никаких барьеров, наверное, кроме языковых, чтобы сыграть в эту игру. Победу в игре «Что, где, когда» одержал химический институт имени Бутлерова. Итоги всех конкурсов «Интеллектуальная весна» формируют общий зачет институтов в рамках фестиваля. Карина Бравцева, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Эпоха цифровизации продолжается. Был придуман еще один проект, который сможет облегчить жизнь граждан. Цифровой паспорт замена бумажному носителю. Ну а подробности о проекте, его плюсах и минусах вы узнаете в следующем сюжете. В настоящее время, личность гражданина России на территории Российской Федерации удостоверяет определенный перечень документов. Ну, это самый главный, это паспорт гражданина России, который удается в 14 лет. Несмотря на отсутствие фотографий, свидетельство о рождении является таким документом, удостоверяющим личность. Дипломатический паспорт, паспорт моряка. Удостоверение личности военнослужащего, ну, этого офицерского состава. Военный билет и удостоверение беженца. Проект цифровой паспортизации в России пытались реализовать уже 10 лет. Первый анонс был опубликован еще в 2013 году. Он был предоставлен в виде пластиковой карты. На лицевой стороне документа должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место рождения, номер, дата оформления и срок действия удостоверения. На обратной же стороне, по желанию владельца, можно было бы расположить ИНН и СНИЛС. Однако после анонсации не раз был заморожен. И только в этом 2023 году было на официальном уровне объявлено о разработке и выходе проекта. Законодательная база по данному переходу уже и фактически, и практически готова. Есть несколько причин, которые пока не позволяют ввести данный электронный паспорт. Ну, самая главная, на мой взгляд, причина – это нежелание многих граждан, то есть большого количества граждан. Вот проводились опросы социологические. 41% респондентов отказались менять бумажный паспорт на пластиковую карту. Это достаточно большое число, чуть меньше половины, но их много. У данного проекта есть большое количество весомых плюсов, такие как безопасность. Документ может содержать биометрические данные, которые сложнее поделать. Предполагается, что он будет защищен цифрованием, что снижает риск мошенничества и кражи личных данных. Удобство. Электронный паспорт можно использовать в различных сферах жизни, таких как банковские операции, оформление документов, онлайн-сервисы и т.д. Экология. Производство цифрового паспорта будет намного безопаснее для экологии, нежели их бумажный аналог. Минусы у данного проекта тоже есть. Такие как подверженность кибератакам, высок риск утечки данных, если документы не защищены соответствующим образом. Также могут возникнуть проблемы с доступом в случае сбоя. Конечно, немаловажную роль играет стоимость введения и обслуживания цифрового паспорта. Ариана Поленова, Универньюз. Новые температурные рекорды были зарегистрированы в Казани 3 и 4 апреля. Подробности далее. Весна 2023 года в Татарстане выдалась аномально теплой. В последний раз подобное повышение температуры было зафиксировано синоптиками в 1951 году. Тогда температура достигла 6,6 градусов тепла. А 3 апреля 2023 года воздух прогрелся до 16,7 градуса. Но это не стало последним рекордом за весну 2023 года. Как сообщает гидрометцентр Татарстана, 4 апреля максимальная температура воздуха составила 18 градусов, что побило температурный рекорд 2020 года. В прошлом году, в это время, температура всего-то порядка нулевой отметкой достигала. И был даже снег. Поэтому в целом тенденции – да. Мы видим четко и ясно, что начиная с 50-х годов, этого минувшего века, вот последние 70 лет примерно, температура у нас имеет тенденцию только расти, особенно в зимний и весенний период. Температурные рекорды в Казани были зафиксированы и в марте этого года. К примеру, в марте из-за аномального потепления в некоторых районах Татарстана возникло угрозное воднение. Сейчас же на фоне преждевременной весны планируется раннее открытие пожароопасного сезона, ведь уже 26 марта в республике Татарстан было зафиксировано первое возгорание сухой травы в Лениногорском районе у села Старый Кувак. По словам синопсиков, резких перепадов температуры и похолодания в ближайшее время не ожидается. В связи с тем, что на нас будет действовать скандинавский антициклон, это будет уже градусов на 7, на 8 пониже температура. Если у нас сегодня 18, то завтра и последующий непорядка там 10 градусов. Это все равно будет выше климатической нормы градусов на 3, на 4. Изменения в климате происходят не только в республике Татарстан, но и по всему миру. Последние 8 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. В заявлении Всемирной метеорологической организации, опубликованном на сайте ООН, уточняется, что, скорее всего, температура продолжит расти из-за рекордных уровней парниковых газов в атмосфере. Эксперты уже додумываются о том, как экологическая обстановка повлияет на состояние России. Рамиля Мухамедшина, Маргарита Михайлова, Фарид Захидаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Арина Мухамедшина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова